В 1920 году на Тихоокеанском побережье археологи обнаружили древнее захоронение. Около 70 человеческих скелетов, относящихся к первому тысячелетию до нашей эры. Сенсация! Каждый второй обнаруженный череп был трепанирован. То есть имел отверстия, оставленные хирургическими инструментами. Чуть позже, в нескольких километрах от найденных захоронений, был обнаружен древний некрополь. Подземное сооружение состояло из множества крупных погребальных камер, каждая из которых вмещала в среднем 40 останков. Невероятный факт. Эти черепа были не похожи на человеческие. Они имели удлиненную форму и казались гораздо больше обычных. Эти вытянутые головы были абсолютно целы. Никаких следов трепанации. Это выглядело так, будто представители некой высокоразвитой цивилизации 3000 лет назад проводили массовые эксперименты над людьми. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Группа российских исследователей утверждает, что близка к разгадке главной тайны мира. Откуда на Земле появился человек? Все человечество создавалось, если следует древней мифологии, в качестве рабов. Кто обучил людей земледелию? Так называемые представители божественной расы. Какую тайну хранят мифы о языческих богах? От нас с вами останутся такие же мифы. Кто построил великие египетские пирамиды? Как они это делали, используя только медные инструменты, я не понимаю. И кому принадлежат эти черепа необычной формы? Мы не знаем, почему эти черепа были такими огромными. Тайны мира. Следы богов. Я расстрою все тайны. Инки создали свою империю тысячу лет назад на территории Южной Америки. В нынешнем Перу, высоко в горах, расположена их древняя столица – город Куско. Название города в переводе с языка инков означает «пуп земли», то есть «центр мира». В нескольких километрах от города на холме возвышаются величественные стены крепости Саксуэман. В 90-х годах прошлого столетия историки высказывали версию, что инки построили эти величественные стены для защиты столицы от врагов. Сегодня мы знаем – крепость абсолютно беззащитна. Ее легко можно обойти с тыла. Крепость-то она, по идее, должна что-то охранять, она ничего не охраняет. За ней там небольшая горка, потом обрыв в сторону Куско. С точки зрения военного искусства она, как крепость, совершенно никуда не гонится. Если как боевое укрепление монументальная стена бессмысленна, то для чего тогда индейцы инки ее сооружали? В 2008 году группа российских ученых во главе с физиком Андреем Скляровым отправилась в экспедицию в Перу, чтобы разгадать тайну Саксай-Уамана. Если посмотреть на крепость сверху, то комплекс, уверенные исследователи, действительно похож на современный космодром. Вот стартовая площадка, вот бункер для укрытия от взрывной волны. Огромные камни, в которых идеально вырезаны прямоугольные углубления, возможно, для мониторов и другого оборудования. Напротив предполагаемого места старта ракет расположена скала из Андезита. Складывается впечатление, что ее расплавили. Ее поверхность как будто покрыта слоем глазури. Внутри крепости, в нескольких километрах от массивной стены, находится огромный котлован. Считается, что раньше здесь был священный пруд, на берегу которого находился храм верховного бога инков Веракочи. Но на этих кадрах видно, так называемый водоем имеет сильный наклон. По всем законам физики, вода из него должна была вытекать. Андрей Скляров выдвинул невероятное предположение, котлован остался от взрыва сверхмощной бомбой. Это очень сильно напоминает воронку. И если смотреть масштабы тогда воронки, то это, скажем так, ну, если не большой ядерный взрыв, ну, по крайней мере, чтобы оставить в гранитных скалах такую воронку, нужно что-то там, скажем так, под несколько километров. Обратите внимание на форму стен Саксай-Уамана. Они построены в виде зигзага, состоящего из равных отрезков. Физик Андрей Скляров утверждает, это идеальная форма для того, чтобы погасить ударную волну от взрыва. Нет ли связи там между вот этой воронкой и стеной? Может быть, этой стеной защищали город от взрыва, который там был произведен? В общем, по-моему, мне это больше всего напоминает полигон. Неужели инки в 15 веке испытывали здесь ядерное оружие? Исследователи настаивают. Инки в 15 веке не могли построить такое сооружение. Доказательства – сами стены Саксай-Уамана. Первое, что бросается в глаза, при возведении стен использовались две разных технологии кладки камня. Верхняя, а значит и более поздняя часть сооружения состоит из небольших камней, скрепленных раствором. А нижняя часть стены – из огромных, тщательно обработанных гранитных блоков. Вес самого крупного из них достигает 350 тонн. Высота – 8,5 метров. Современное человечество не делает таких кладок, даже при всем вооружении, техногенными методами. А вот это говорит о том, что кто-то когда-то это сложил, совершенно не напрягаясь, а в последующем одичавшие их потомки как смогли, так и сложили. Технологию, которую использовали при строительстве нижней части стен Саксай-Уамана, сегодня называют полигональной кладкой. Она позволяет подогнать блоки разной формы друг к другу с такой точностью, что в стыке между ними не пройдет даже лезвие ножа. Мы понятия не имеем, как можно взять, отрезать кусок скалы, подровнять его, придать ему совершенно произвольную нужную форму и вставить в другую скалу. Это будет выдерживать сколь угодно сильнейшее землетрясение и простоять там неизвестно сколько тысячелетий. Кажется невероятным, но из строительных инструментов у инков были только каменные зубила, а также медные топоры и бронзовые пилы. Слишком плотные и твердые породы, чтобы в таком массовом количестве их могли обработать медными или даже бронзовыми инструментами. Просто, на мой взгляд, не хватило бы бронзы. Это камнеобрабатывающий завод в Подмосковье. Для работы с гранитом здесь используют сверхпрочные алмазные пилы, приводимые в движение электромоторами. Алмазная технология во всем мире начала использоваться, особенно в камнях ротки, где-то в 70-е годы. Инженер Маурос Падони работает в одной из крупнейших в мире компаний, производящих оборудование для обработки камня. Он показывает ультрасовременный станок для распилки твердых пород камня. За один час пила проникает в твердую породу максимум на 3 сантиметра. Сотрудники завода уверяют, чтобы распилить блок размером 2,5 метра на метр, требуется неделя. Мы решили выяснить у итальянского специалиста, возможно ли в точности воссоздать стены Саксайо и Амана сейчас. Те, кто это строили, были великими мастерами. Они использовали алмазные пилы. Какие технологии потребуются с его точки зрения, чтобы выполнить подобные работы? Маурос Падони заверяет, первое, с чем столкнутся строители, пытающиеся воссоздать подобное сооружение, это добыча таких огромных монолитов. Для этого потребуется в скальной породе сверлить отверстие и закладывать динамит. Потом взрывом отделять монолит от скалы. Возможно, выпилить такой блок при помощи алмазных пил или алмазных тросов. Но это очень дорогостоящие технологии. Итальянский специалист уверен, выполнить подобные работы, используя только примитивные орудия труда, невозможно. Я снимаю шляпу перед ними. Как они это делали, используя только медные инструменты, я не понимаю. Объяснение этому одно. Они достигли такого высокого уровня развития цивилизации, что способны были с такой легкостью обрабатывать камень. Неужели индейцы инки владели технологиями 21 века уже 600 лет назад? Ведь историки убеждают, что до прихода испанских завоевателей местные жители не знали даже колеса. У российских исследователей есть сенсационный ответ на этот спорный вопрос. Это сделала процивилизация, которая существовала и развивалась на Земле на протяжении 15-10 тысяч лет до нашей эры. И на вершине своей кульминации они сделали сражение для решения своих инженерных задач. Каких мы к этому только приближаемся. Исследователи уверены, предки индейцев инки к строительству с Аксайю Амана не имеют никакого отношения. Сами инки в своих преданиях вообще даже не упоминают, кто это создал, потому что они об этом знаний никаких не имели. У них единственное было знание, что сделали боги в какие-то стародальные времена. На мой взгляд, это следы техногенной цивилизации, пошедшей по другому пути развития, чем наша. Следы существования в древности высокоразвитой цивилизации, объясняют российские исследователи, можно обнаружить по всей Земле. Достаточно внимательно приглядеться к привычным нам памятникам истории. Я расстроила все тайны. Великие египетские пирамиды построены из блоков известняка. Камня, который легко поддается обработке. Для этого не требуется применение высоких технологий. И это вполне могли сделать древние египтяне. Интересно другое. В основании пирамиды находятся огромные монолитные блоки из гранита. Вес каждого из них около тысячи тонн. На мраморной плите весом в 100 тонн в центре Москвы стоит известный памятник маршалу Георгию Жукову. В 1995 году, когда монумент воздвигали, строители долго не могли определиться со способом транспортировки монолитного блока. Пьедестал для бронзовой фигуры маршала на Манежную площадь смог доставить только сверхмощный военный тягач. Подобные машины обычно используются для транспортировки ракетных комплексов. Какой техникой должны были обладать древние египтяне, чтобы решать подобные инженерные задачи постоянно? Ведь в основании пирамид лежат десятки таких монолитов. Вес каждого около тысячи тонн. Историк Олег Столяров уверен, пирамиды возводили не египтяне, а во время строительства использовалась техника, вполне привычная для современного человека. Пирамиды строились при помощи вертолетов. Вертолет захватывал плиту пирамиды, переносил к месту строительства, опускал в то место, где должна находиться эта плита. Эта теория кажется слишком фантастической. Впрочем, есть одно но. Это храм фараона Сети I. Он расположен в центре Египта в Абидосе на реке Нил и был построен приблизительно в 1300 году до нашей эры. В 1848 году английская археологическая экспедиция обнаружила здесь необычные барельефы, на которых были изображены объекты, похожие на вертолеты, танки и летающие тарелки. Это вызвало настоящий шок. Но насколько люди были строителями пирамид, это вопрос открытый. Это еще никем не доказано. Я думаю, все-таки были так называемые представители божественной расы. Вот общепризнанная версия того, как строились египетские пирамиды. Огромные блоки вышлифовывали из скальной породы. На каменной ломне почти в 700 километрах от места строительства. Затем тысячи рабов укладывали их на полозья, которые постоянно смазывались жиром. Это делалось для того, чтобы снизить трение. На этих своеобразных санях десятки тысяч невольников тянули гранитные блоки по пустыне. Потом грузили их на корабли и по Нилу доставляли на место строительства. Нил был главной транспортной артерией для египтян. И перевести эти каменные блоки, учитывая, что, так сказать, сама культура использования этого водного транспорта существовало уже давно, в общем, большого труда не составляло. Иван Ладынин уверен, с технической точки зрения можно объяснить и то, как древние строители Египта поднимали и перемещали огромные каменные глыбы весом в несколько сотен тонн. Использование рычагов, использование насыпей, которые позволяли сократить высоту, на которую этот камень нужно было поднимать. Карнак. Сейчас эта маленькая деревня на юге Египта в долине Нила. Но когда-то здесь находились знаменитые фивы. Сейчас о былом величии напоминает только этот храмовый комплекс в Люксоре в честь Бога Солнца Амона-Ра. Скульптура Рамзеса Второго была высечена из монолитного камня весом в тысячу тонн. А из этой гранитной заготовки должен был получиться самый большой обелиск в мире. Его не закончили. Длина около 42 метров, вес около 1200 тонн. Даже сейчас такой каменный монолит может поднять только один кран. Вот он. гордость немецких машиностроителей. Самый мощный передвижной кран в мире. Максимальная она же и предельная грузоподъемность 1200 тонн. А вот изображение древних египтян и их строительной техники. Историки заверяют блоки весом в тысячу тонн они поднимали при помощи обычных лебедок. Уверен, что фараоны, их подмастерья архитекторы и крестьяне не в состоянии были сделать такие вещи, как мы наблюдаем в виде остатков пирамид и прилегающих к ним храмов. По всему миру в древности были обработаны миллионы тонн камня. Остается загадкой, при помощи каких инструментов возводились мегалиты в Египте и Перу. Соответственно, промышленное производство строительства предполагает промышленное производство инструментов для обработки камня для того же строительства. А вот следов целой производственной базы, которая для этого требуется, мы не видим вообще никаких. Возникает версия, что эта самая производственная база находилась в земле. Для того, чтобы выяснить при помощи каких инструментов могли обрабатываться огромные гранитные блоки древними египтянами, участники научной группы Андрея Склярова решили исследовать почву у подножия знаменитых пирамид в Гизе. На этих кадрах тайком от охранников российские ученые берут пробу с двухметровой глубины. Образцы почвы были доставлены в информационно-аналитический центр Хабаровского института тектоники и геофизики. Результат, который огласили ученые, вызвал сенсацию. Были обнаружены микрочастицы чистого, химически чистого хрома и отдельная частица химически чистого рутения. Надо подчеркнуть, что не чистый хром, не чистый рутений в природе не встречается, только в виде соединений. Исследователи недоумевают. Наличие в образцах почвы чистого хрома еще можно объяснить. Его могли оставить после себя туристы или археологи. Этот металл зачастую используют для антикоррозийной обработки железа. Но рутений очень редкий металл. В чистом виде его получают только из радиоактивных отходов. Причем его содержание на тонну сгоревшего ядерного топлива достигает всего 250 граммов. Те, кто строил пирамиды, владели технологией производства чистого хрома и чистого рутения. Это подтверждает то, что эти ребята имели технологическую базу, соизмеримую или превышающую нашу. На этих архивных кадрах строительство ГЭС на Ниле в 60-е годы. Чтобы сохранить памятники истории, было необходимо переместить их всего на 180 метров. Даже с помощью самого мощного на тот момент итальянского стационарного крана оказалось, что сделать это невозможно. Строители приняли единственно верное решение. Огромные монолитные статуи распилили на несколько частей. Эта работа продолжалась более трех лет. Современная техника никогда еще не стояла перед такими сложными задачами. Как же их решали древние египтяне? Андрей Скляров уверяет, с археологическими экспедициями он объездил весь мир и следы применения высоких технологий в древности он встречает постоянно. причем многие из них современное человечество повторить не в состоянии. Кто оставил эти следы? Оставил следы либо некая цивилизация, которая была до человечества известного нам, либо это какая-то инопланетная цивилизация. Главный вывод. Гранитные блоги, лежащие в основании пирамид, не могли быть обработаны с помощью долота и медной пилы. А ведь это все, что имели в своем распоряжении древние египтяне. Если предположить, что древние египтяне не были строителями пирамид, возникает вопрос, кто тогда возводил сложные технические сооружения, значения которых мы до сих пор не можем разгадать? Андрей Скляров убежден, ответ на этот вопрос кроется в таинственной находке, сделанной перуанскими археологами в 1920 году на полуострове Паракас. Черепа необычной удлиненной формы, найденные в захоронениях первого тысячелетия до нашей эры, заявляет исследователь, принадлежат представителям высокоразвитой цивилизации. Люди, не люди, некие живые существа с вытянутыми головами, они здесь были, присутствовали, мы имеем конкретные черепа в качестве доказательства. Тайна захоронения найденного перуанскими археологами заключается в том, что вместе с вытянутыми черепами были обнаружены черепа привычной для человека формы, но практически все они были трепанированы. Известно, с глубокой древности человечество умеет делать операции на голове. Так, американские индейцы при помощи специальных сверел прорезали отверстие в голове, чтобы снизить внутри черепное давление. А монахи Тибета при помощи трепана вырезали себе третий глаз. Но количество трепанированных черепов признаются исследователи в перуанском захоронении превосходит все разумные пределы. И этот факт они объясняют одной единственной версией. Это высоко развитая цивилизация с вытянутыми черепами, с большим объемом головы, которая проводила эксперименты, в том числе трепанировав людям черепа. Изучала, воздействовала на психику, например, на отдельные участки мозга. У нас же есть там соответствующие институты. Почему будем не проводить эксперименты на нашу? Но могут ли черепа вытянутой формы принадлежать представителям высокоразвитой цивилизации? Антропологам доподлинно известны примеры подобных находок. Они утверждают, в третьем тысячелетии на территории Европы жило загадочное племя. Его представители имели головы аномальных размеров. Мы не знаем, почему эти черепа были такими огромными. Можно тысячу причин найти, почему они так выросли, но потом они исчезли. Объем головы взрослого человека может достигать максимального размера в 1,6 литра. Объем же удлиненных черепов 2,5, а иногда и 3 литра. Врачам известно редкое заболевание гидроцефалия. Но с таким диагнозом люди редко доживают до 18 лет. А все найденные вытянутые черепа принадлежат взрослым и давно сформировавшимся особям. Я расстрою все тайны. Древние шумеры и египтяне зачастую изображали своих верховных богов с вытянутыми головами. Этому изображению 5000 лет. Верховный бог Тодд обучает людей земледелию. А эти статуэтки датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Это дочери фараона Эхнатона и Нефертити. Их головы не похожи на обычные человеческие. Они гораздо больше и вытянуты. Это конечно не какие-то особенности этих людей чисто антропологически и не результат каких-то деформирующих практик как у других народов когда допустим происходила деформация черепа. Здесь определенная стилистика изобразительного искусства. Шесть тысяч лет назад самая древняя из известных нам мировых цивилизаций шумерами Сапотамии вырезали на табличках тексты в которых говорилось о том как на землю спустились боги аннунаки и создали людей из глины горшков и трубочек. Некоторые исследователи уверяют в этих текстах символическое описание вполне привычной для современного человека технологии. Возможно является описанием генной инженерии то как были созданы те же шумеры то как были созданы люди древние древнее человечество. Вот так описывает древнешумерский эпос о сотворении мира решение Мардука одного из верховных богов о создании человека. Создам я примитивное творение и имя ему будет человек. Согласно древнему писанию первый человек адап появился только после серии неудачных экспериментов богов. С какой-то уже попытки только получился удачный экземпляр который был не клонирован а растиражирован по типу современных суррогатных матерей была выделена бригада богинь которая это дело все вынашивала. Там детально все есть процесс описания. В четырех тысячах километрах от побережья Чили расположен остров Пасхи. Туземцы до сих пор называют его Матакукаранги что значит глаза смотрящие в небо. Остров знаменит на весь мир статуями Муаи 600 огромных каменных фигур разбросанных по всему острову. Многие из этих колоссов достигают высоты более 20 метров. Их головы не похожи на человеческие глаза их смотрят в небо. А эту статую откопали во время археологических изысканий в 1963 году. У нее обычная круглая голова. Но человек которого она изображает стоит на коленях. Этот факт наталкивает российских исследователей на сенсационные выводы. На самом деле все человечество создавалось если следовать древней мифологии в качестве рабов. Черной рабочей силой которая должна была обслуживать богов. Можно ли доверять древним мифам? Во всем мире у индейцев Мексики и Южной Америки у египтян и индусов у абсолютно разных народов земли не связанных между собой в сказаниях легендах и мифах есть похожие сюжеты. У египтян всемогущий бог тот спускался с небес на огненной колеснице. У индейцев Майя верховный бог Кицель Коатль прилетал к людям на огненном шаре. А среди преданий индейцев Наска в Южной Америке есть легенда о летающем золотом корабле прибывшем с далеких звезд. Им командовала женщина по имени Арияна которой суждено было стать про матерью земной расы. У древних не было такого понятия как фантастика фантазия. Люди не выдумывали люди фиксировали в мифе те события которые реально происходили и они их отражали с помощью символов. Это древние тибетские книги. Более чем в тысячах рукописей хранятся священные буддистские тексты. Это пожалуй самая обширная тайна письмира. На сегодняшний день расшифрована лишь сотая их часть. Описание богов появлявшихся в небе на сверкающих шарах. В стихах многотысячелетней давности говорится о виманах небесных машинах способных летать на большой высоте при помощи ртути рождающей порывы ветра. Бахима взлетел на своей вимане на огненной струе которая сверкала как солнце и гремела как гром. Этому тексту четыре тысячи лет. огонь был как раз тем фактом который показывал работу и указывал на работу реактивного двигателя когда из сопол реактивного двигателя вырывается пламя. Главный редактор журнала на страницах которого аномальные явления исследуются уже несколько лет подряд Станислав Ермаков уверен древние тибетские книги символический текст понимать его буквально не стоит. Это не двигатель внутреннего сгорания работающий на твердом или на жидком топливе который понимаем под ракетами мы. Там довольно много уделяется внимания вот этой внутренней силе управлению внутренними возможностями. В лондонском музее истории археологии хранится льняная ткань в которую была обернута мумия Тутанхамона она сделана из полотна с плотностью в 213 нитей на сантиметр ткани сделанные 6000 лет назад и найденные в гробницах в верхнем Египте тоньше современных льняных волотен 240 метров тончайшей почти неразличаемой глазом пряжи весили всего один грамм Ткач ощущал такую нить только пальцами По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку Сквозь пять слоев льняной ткани надетой на человека было отчетливо видно его тело Воспроизвести такую тонкую льняную ткань даже сегодня при наличии самых современных станков очень сложно Говоря о том что египтяне смогли получить такую плотную ткань 200 нитей на квадратный сантиметр это конечно же очень здорово потому что на данный момент что я слышал самая плотная ткань это 150 нитей на квадратный сантиметр Чтобы быть уникальное производство чтобы создать такую тонкую нитку нужно специально создавать оборудование сначала Андрей Столяров уверен Древние цивилизации знали технологии аналоги которым современное человечество еще не научилось создавать Про цивилизации были известны и технологии и научные концепции мира к которым мы только-только сейчас приходим которые только-только сейчас открываем и считаем что это открытие 21 века но не исключено что эти открытия 21 века уже были достаточно хорошо известны Допустим древние египтяне столкнулись с другой более развитой цивилизацией как мог строиться их контакт я расстрою все тайны это наши современники туземцы с островов архипелага Туамоту представители племени Муари казус ставший историческим фактом на этих островах в Тихом океане во время Второй мировой войны базировалась американская дивизия по окончании войны войска ушли с места дислокации итальянские документалисты сняли эти кадры в 60-х годах прошлого века туземцы построили из бамбука самолеты и подобие взлетной площадки у них сложился новый культ поклонения белым богам они даже приносили им жертвы с точки зрения туземцев американские солдаты действительно были богами пришельцами из иного мира они принесли с собой невиданные инструменты и орудия извергающие огонь они никогда не ходили на охоту но у них всегда была пища они возносились в небо и метали гром и молнии когда индейцы встречали Кортеса они восприняли его именно как посланца богов у них были предания которые заставляли их ожидать пришествия того предыдущего представителя высокоразвитой цивилизации когда они его встретили они посчитали что это есть сигнал о том что повторяется то что было в мифу возможно что подобным же образом появились многие средневековые мифы в том числе и о ведьмах летающих в ступе и многочисленные легенды о людях вознесшихся в небо прямо на глазах изумленной толпы через несколько тысяч лет от нас с вами останутся такие же мифы как доходит до нас с вами от той предыдущей цивилизации на юге пустыня тянутся голые красно-бурые цепи скал под выступом одной из них в 1956 году французский археолог Анри Лот нашел шестиметровое изображение великана он назвал его великим богом марсиан в 1856 году во время раскопок древнего поселения в Перу в захоронениях которые датируются первым тысячелетием до нашей эры были найдены гранитные камни содержание рисунков выбитых на них не вязались с привычным представлением об истории человечества вот на этом по-видимому врачи трепанируют череп но из головы больного почему-то вырываются змеи а здесь человек летит на странном аппарате а на этом камне кто-то смотрит в подзорную трубу камни ики раздражают прежде всего тем что они не вписываются в сложившуюся историю человечества камни ики говорят о том что десятки а то и более тысяч лет назад человечество уже достигло неких вершин развития и нужно пересматривать ту сложившуюся стереотипную точку зрения спустя сто лет доктору из перуанского города ика хавьеру кабреру попали в руки некоторые из этих камней доктор кабрера заинтересовался происхождением столь странных изображений на камнях и решил их собирать он скупал камни на протяжении многих лет у местных крестьян находивших каменные артефакты на своих полях и у расхитителей гробниц которых в перу называют уакерос многие знали об увлечении доктора и несли ему свои находки вместо оплаты за обычный прием врача кабрера собрал коллекцию из 13 тысяч камней которые хранятся сейчас в музее перуанского города ика но власти перу считают что коллекция подделка я считаю что камни ики настоящий артефакт что к нему нужно относиться серьезно и та информация которую они в себе несут может дать очень многое человечеству для того чтобы понять что было с ним самим многие десятки а то и сотни а то и миллионы лет назад кандидат исторических наук Андрей Жуков после экспедиции в перу привез несколько камней ики из коллекции перуанского доктора Хавьера Кабрера с собой в Россию вот они два валуна с изображением людей и динозавра охотники с копьями набросились на доисторическое животное одному из них не повезло и он попал в пасть древней рептилии подобный сюжет кажется абсурдным но Андрей Жуков уверен камни ики действительно были сделаны в глубокой древности говорить о том что местные крестьяне изготовляли такие вещи чтобы потом продать за 20-30 центов там сумасшедшему доктору ну просто глупо если датировать возраст камни ики возрастом захоронений в которых они были найдены то получается фантастическая картина люди населявшие Южную Америку тысячи лет назад имели представление о технологиях намного опережающих их время кто дал древним индейцам такие знания я расстрою все тайны легенды древности гласят боги кормят людей в прямом смысле по мексиканским легендам выращивать кукурузу людей научил великий бог кицелькаат ассерис научил возделывать землю египтян шумеров приобщили к сельскому хозяйству энки и энли боги спустившиеся с небес с семенами ячменя и пшеницы это кажется невероятным но миллионы людей во всем мире верят в то что хлеб это действительно дар богов причем в прямом а не в переносном смысле великий русский ученый Николай Вавилов в 30-е годы прошлого столетия изучал вопрос происхождения земледелия и пришел к сенсационному выводу культурные сорта пшеницы не могли быть выведены человечеством путем селекции об этом он написал в монографии проблема происхождения земледелия в свете современных исследований получается на человечество хлеб как с неба свалился нет ни одного народа который бы упоминал своих каких-то предков которые приобщились бы к земледелию везде указано совершенно конкретно что земледелие людям дали боги обучили земледелию людей дали им семена существует общепринятое мнение земледелием человек стал заниматься в результате острого дефицита еды мол голод заставил людей искать новые источники пропитания но в этом утверждении Николай Вавилов нашел явное противоречие первые хлеборобы появились в наиболее изобильных районах земли там где предпосылок для голода было меньше всего для этого он объездил четыре континента побывал больше чем в 65 странах вот и собрал более 250 тысяч образцов разных культур в мире существует три разных вида пшеницы дикая твердозерновая и мягкозерновая советский ученый Николай Вавилов обнаружил интересный факт там где появилась пшеница культурных сортов никогда не росла ее дикая прародительница там нету вот этих прародителей которые прослужили как раз именно родоначальниками будущего вот будущей культурной пшеницы мягкой виды пшеницы различаются и на генном уровне одна зернянка обладает 14 хромосомами дикая и твердая пшеницы 28 хромосомами мягкие же сорта имеют 42 хромосомы советский академик Вавилов утверждал добиться простой селекции подобного изменения количества хромосом практически невозможно для этого нужно было огромное количество времени сейчас появились новые методы которые позволяют ускорить этот процесс и уже можно хороший сорт создать за 6-8 лет но для этого используется уже знакомая вам терминология биотехнология генная инженерия другими словами сложнейшие селекционные работы в кратчайшие сроки должны были провести люди с деревянными мотыгами и примитивными серпами с каменными режущими зубьями возможно ли это люди которые не обладали знанием по генетике по физиологии по биотехнологии они конечно сделать это быстро нет Андрей Скляров уверен единственным объяснением происхождения некоторых сельскохозяйственных растений является использование генной инженерии но ведь это наука достижение 20 века получается забавная вещь то есть мы вся цивилизация человеческая выросла как выясняется на генномодифицированных продуктов мы сейчас с ними боремся мы выросли на генномодифицированных продуктах правы исследователи или нет остаются многие вопросы истории на которые современное человечество не может дать вразумительные ответы и пока это не сделано будут рождаться самые немыслимые теории и гипотезы а как мы это проверим поймать зеленого человечка вы на ложке поставить к стенке и спросить давай скажи вот те кто были здесь в древности это ваши или не ваши и то еще нельзя сказать ли он правду это очень мощный телескоп его параболический рефлектор увеличивает остроту зрения астрономов миллионы раз позволяет заглянуть в умопомрачительные глубины вселенной бесчисленные галактики по сравнению с которыми нашим кажется малюсеньким островом миллионы из них подобны нашему солнцу и возможно существуют населенные разумными существами планеты подобные земле не исключено что по крайней мере на некоторых из них развелись цивилизации представители которых проникая в космос залетали и на нашу планету а м м Субтитры создавал DimaTorzok